Традиционный областной фестиваль-конкурс «Рок-февраль» завершился в Иванове. Среди участников почти 30 исполнителей со всей области. История рок-музыки началась на заре 60-х. В нашей стране на протяжении нескольких десятилетий подобная музыка была под запрет. Единственной отдушиной в таком музыкальном вакууме стало явление «Вия» – вокально-инструментальный консамбль. К слову, такая номинация существовала на «Рок-феврале» до 2000 года. Современная рок-сцена, пройдя увлечение экстремальными направлениями, возвращается к традиции. Раньше были «Переди планеты всей» по экстремальному року. Там «Навара», «Маркс Экзорбитанс», «Септика Пиемеи», «Пэпэ». Ну вообще отличные группы. Замар ушел. Альтернатива тоже как-то сошла. Мы ее даже объединили в одну. И панк-то маленький стал. Хард-рок хорошо, традиции хорошо, рок в акустике хорошо. Сменилась и проблематика, которую разрабатывают коллективы своих текстов. Публика, посещающая площадку фестиваля, больше настроена на усидчивое понимание происходящего. Музыка вышла за пределы только лишь развлекательного танцевального содержания. Рок стал умнее, интеллигентнее. Но и хотелось бы все равно такого задора, экспрессии, отвяза. Оно стало тоже присутствовать уже вот сегодня. Группа «Исин» у нас выступала. Вообще все друг друга ребята очень хорошо поддерживают. Сейчас вот немножко стали двигаться, а то вообще сидели в последнее время. Только думали, ну какой-то интеллигентный рок. Или кто постарше вообще, они только сидят и слушают. Главным для этого фестиваля остается возможность, которую получают конкурсанты. Почувствовать себя по-настоящему взрослыми коллективами. В условиях приближенных к сценическому концертному звучанию. Здесь весело и интересно, потому что в те далекие времена поиграть на хорошей аппаратуре было вообще в новизну и резкостью. На сегодняшний день я считаю, что в принципе здорово, что у нас в области есть такое мероприятие, что наше правительство хотя бы на таком вот уровне поддерживает это. Я не говорю, чтобы у нас в области устроить какой-нибудь грандиозный фестиваль, вроде «Нашествие» или «Доброфеста». Но хотя бы вот такая движущая есть. Именно поддержка молодых исполнителей и дружеская атмосфера отличает современный рок-февраль. На протяжении 35 лет существования Ивановского рок-клуба задачей его остается той же – дать возможность познакомиться с музыкальными группами всем любителям рок-музыки, уже известными и теми, которые только начинают свой творческий путь. Наверное, все-таки общение. Общение, даже не выступление или какие-то тут места, это все, но это все, конечно, здорово, приятно, если отмечают, но рок-н-ролл – это, наверное, все-таки не места, это не соревнования, это не бег, кто быстрее пробежит, а ли чего это искусство. Можно не уметь играть, играть один аккорд и стать победителем, а можно играть тысячи аккордов в минуту и не занять ничего. То есть это все музыка-ощущение. Исторически так сложилось, что рок-музыка объединяет людей, стирает границы, дает возможности экспериментировать и находить новое звучание. В эмоциональном плане рок-февраль остается фестивалем, где каждый исполнитель, независимо от своего опыта, найдет поддержку. У нас папа – музыка, он только что играл в группе «Верфь», лидер, гитарист, и мы пришли его поддержать. Ребенка приучаем с пеленок буквально к правильной музыке, к тяжелому року, и он благодарен нам за это. Участники групп поддерживают друг друга, это самое главное. Вообще в зале очень много родителей, музыкантов, которые тоже приходят поддержать своих сыновей. Александр Руденко, Денис Денисов, РТВ, Иван.